Раньше это называлось иностранным словом WorldSkills. Теперь все по-русски и понятно. Профессионалы. Чемпионат по профессиональному мастерству среди студентов средних, специальных или, опять же, профессиональных учебных заведений. Проводится ежегодно и в несколько этапов. На протяжении марта проходит региональный. Щелковский колледж стал одной из площадок. Здесь по девяти компетенциям соревнуются автомеханики, газовщики, связисты, дизайнеры, косметологи и другие потенциальные профи. Ребята приезжают со всей Московской области. Наша основная задача выбрать сильнейшего, который будет представлять Московскую область на чемпионате России. Что же должны знать и уметь 18-19-летние студенты, чтобы претендовать на звание лучшего молодого профессионала своего дела на уровне страны? Узнаем. Компетенция – ремонт и обслуживание легковых автомобилей. В течение трех дней нужно пройти семь модулей. Система управления двигателем, электрооборудование автомобиля, тормозные системы, рулевое управление, механическая коробка передач, двигатель внутреннего сгорания, автоматическая коробка передач. За работой каждого конкурсанта внимательно наблюдает эксперт. Модуль системы управления двигателем. Простыми словами, здесь нужно запустить автомобиль и считать ошибки, которые выдает электронный блок управления с помощью подключения диагностического оборудования. Вот студент сейчас ищет информацию в мануале или в руководстве по эксплуатации. Кстати, о роли экспертов. Их задача не только оценить мастерство конкурсантов, но и заложить в конкурсные модули ошибки, которые участники должны найти и исправить. Данный модуль называется модуль подвеска рулевого управления. Здесь нужно, используя специнструмент, найти неисправности в ходовой части, устранить их. После того, как студент выполнил работы по диагностике и ремонту подвески рулевого управления, мы должны этот элемент продиагностировать. Мы сейчас находимся в агрегатном участке. Здесь у нас представлено три модуля. Это коробка передач, механическая часть, двигатель, механическая часть и автоматическая коробка передач. Здесь они разбирают агрегат, находят неисправности, выполняют необходимые измерения и производят сборку. Самое сложное соревнование – это соревнование с самим собой, с своими эмоциями. Поэтому, кто лучше в этом плане подготовлен, тот и является победителем. Студенты-связисты на конкурсе демонстрируют знания всех видов связи. На базе медной жилы, оптоволоконной, Wi-Fi они должны уметь везде найти повреждения и его устранить. Основной специальностью является специальность номер 110215 – инфокоммуникационные сети и система связи. Эта специальность входит в топ-50 специальностей, востребованных в Российской Федерации. Конкретно сейчас они моделируют создание высокоскоростной серверной, подобных в Сбербанке, которые есть, в Яндексе есть. Они создают высокоскоростную сеть, пропускная способность каждого подобного рода кабеля 10 гигабит. В среднем это примерно в 100 раз быстрее, чем у нас в одной отдельно взятой квартире. Одно из заданий в этой компетенции – подключить видеодомофон в систему «Умный дом». Ребятам нужно установить по заданным размерам, настроить, в итоге получить картинку и звук с вызовной панели. Ручная работа – дело долгое и тонкое. Девчонки, которые обучаются на профессию дизайнера, работают сосредоточенно и без спешки. У них сегодня второй конкурсный день. Делают техническую кальку под рисунок для будущего платка. Дизайн в декоративно-прикладном искусстве – роспись ткани. Батик. Это новая компетенция, она еще не так широко известна, она имеет свои особенности, поэтому я думаю, что будет развиваться и будет участников с каждым годом все больше и больше. В конечном итоге они должны сделать роспись платка и плюс еще сделать эскиз для печати на футболке. Роспись руками? Конечно. Все эти мотивы должны быть скомпонованы в один орнамент, в один узор, и на основе его уже должны сделать платок. У платка есть своя определенная композиция, потому что у платка обязательно должен читаться угол, кайма и центр. Подготовленный эскиз переносят на техническую кальку в натуральную величину – 70 на 70 сантиметров. Потом рисунок перенесут на ткань и раскрасят. Кстати, эксперты и конкурсанты одеты в брендированные футболки, которые сами разработали и сделали. Для преподавателей колледжей во время областного этапа чемпионата профессионалы проводятся семинары и конференции, в том числе с работодателями, которые очень заинтересованы в молодых талантливых специалистах. Для победителей и призеров чемпионата это будет еще одно преимущество в будущем трудоустройстве. Студенты Щелковского колледжа также участвуют в конкурсе и уже громко заявили о себе. Мы являемся площадкой, но кроме этого такие же площадки есть по всей Московской области. И у нас человек 50 уехало по всем остальным площадкам. И сейчас там проходят такие же соревнования. И, надо сказать честно, у нас уже есть призовые места.